К матчу готовились очень серьезно, потому что понимали, что «Факел» находится в непростой ситуации. И тем не менее, после возобновления чемпионата команда выглядит очень мобильно, очень агрессивно. Несмотря на то, что там не смогли победить в последнем матче, который был против «Зенита», я считаю, что имели полное преимущество. Прекрасно понимали, что легкой прогулки здесь не будет. Конечно, накладывают отпечаток на действия футболистов обеих команд в состоянии поля. Погодные условия были очень тяжелые, поле размокло. Естественно, здесь на первый план вышла функциональная готовность, плюс морально-волевые качества и характер. Нам нужно было строго сыграть в обороне, и те моменты, которые есть, там необходимо было реализовать. Я думаю, что игра шла тут до первого гола, в принципе, первый гол я бы многое определил. Мы сыграли правильно, на втором тайме мы сумели прибавить, и в принципе, это вылилось в забитые мячи. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали нас поддержать, хочу поблагодарить наших игроков, которые проявили мастерство, проявили характер в непростых условиях и добились победы. Пожалуйста, вопрос. Сегодня большинство мячей забили и люди, которые ранее играли в факеле. Был у этих ребят какой-то особый настрой, на ваш взгляд? Ну, здесь мы можем говорить только, наверное, как внутренний настрой, тут, как говорится, не узнаешь. Я знаю, что мы готовились, вся команда готовилась очень серьезно. Что касается персонального настроя там, но я не думаю, что там, наверное, игрокам хотела себя проявить, как это все-таки провели здесь значительное время. Сложно мне ответить на этот вопрос. Пожалуйста, еще вы сказали, что игра шла до первого забитого мяча, но в итоге счет в итоге 4-0. Для вас на неожиданность? Честно говоря, вы знаете, я скажу, неожиданно то, что в такую погоду, на таких полях, как правило, много мячей не забиваются. Все решает практически один мяч. То, что самое, что здесь было факел Балтика. Все решает один мяч. Потому что погодный слой, значит, непростые. Но, я еще раз говорю, результат, конечно, неожиданный. И я поэтому благодарю ребятам, чтобы они, что они правильно распоряжались мячом в тех ситуациях, которые возникали. И, значит, сумели забить мячи. А перед этим матчем стандартом какое-то особое внимание не являли? Потому что все-таки один гол после стандарта положения пришел вообще хорошо. Я скажу так. В принципе, во время работы, во время подготовки к очередному матчу мы значительное время уделяем в мячке в лице розыгрыш стандарта положения. Как в обороне, так и вот так. Сандрик Дуардович, достаточно долго еще времени, но не могу не спросить. В этом сезоне ваша команда добилась исторического достижения, полуфинала Кубка России. И вот за 12 дней «Авангардерус» придется играть 4 игры. Как будете ценаправленно как-то снижать нагрузки КГС с Шильником уже 18-го? Ну, я скажу так. Нагрузки снизить не получится, потому что матч идет через 3 дня на 4-й. Что непосредственно будет делать, что конкретно будем делать? Я, наверное, об этом умолчу. Вы сами понимаете, что об этом распространяться, наверное, не стоит. Ну, надо продолжать готовиться, также выходить на каждый матч. Дела в чемпионате у нас непростые, поэтому мы не можем, допустим, махнуть рукой на чемпионат и сконцентрироваться только на Кубке. Нам нужно правильно распределить силы, и это будет важно в данном этапе. Господин Мутков в последнем интервью окончательно отказал нас править в летом смотреть футбол в нормальных условиях, вам играть на хороших полях. Как бы вы отнеслись к идее проведения, ну, что-то типа Кубка Черноземья, когда летом можно спокойно, и люди пришли бы спокойно футбол посмотрели, вы бы на качественном зеленом поле бы. Команд здесь, ну, я думаю, в Черноземье 4-6 наберется. Ну, как бы, отвечая на первую часть вопроса, я скажу так, что, конечно, на мой взгляд, неразумно было отказываться от проведения, от смены, вернее, ну, да, от перехода на старую систему, от старой системы, вернее, на новую систему. Потому что изначально, как говорится, когда эти вопросы обсуждались, я выступал против, потому что там доводились доводы, такие приводились, что, ну, если мы перейдем на систему весна, вернее, осень-весна, мы там можем какие-то матчи перевести на лето. Но это была глупость полная, потому что там есть календарь сборных, утвержденный FIFA, и туда матчи вставить нет возможности. Более того, команды, которые стартуют в квалификации в Еврокубках, у них вообще получается всего месяц на отпуске, на подготовку. Мы потеряли из этого 4 игровых дня летом. А теперь посмотрите, что творится со второй лигой. Команда играет 3 месяца, полгода перерыв, и 2 месяца играет, а что такое? А как будет подпитка идти со второй лиги туда вверх? Как? То, что вы говорите, как бы, я так понимаю, что это идет межбежсезон, вернее, по турнире, да, подготовить. Я считаю, что это очень хорошая идея, и можно было, конечно, реализовать. Потому что в плане подготовки, в плане зрительского интереса, я думаю, что это будет, как вы правильно заметили, это будет и ажиотажа, определенная, потому что все-таки это дерби, это дерби, да, и, конечно, люди придут, да и в плане подготовки командам, никуда не выезжать, значит, провести на хороших полях матчи с хорошими соперниками, это только в плюс пойдет. Спасибо. Какие могут быть эмунцы после поражения 0-4, поражение, которое по ходу первого тайма вообще ничего не предвещало, что может случиться такой коллапс и такой результат, такой результат. На результат матча повлияло, считаю, то, что невозможно выиграть, когда ты не забиваешь в пяти играх подряд ни одного мяча. Это уровень исполнительского мастерства, прежде всего. Прежде всего. Второе. На результат матча повлияло во втором тайме элементарное невыполнение некоторыми игроками, тех заданий, которые были даны, индивидуальных заданий, несоблюдение игровой дисциплины. Ну, а концовка просто, просто некоторые игроки, некоторые игроки начали заниматься анархией. Анархией побежали отыгрываться, пропуская в элементарных ситуациях ответные атаки, о чем я предупреждал, что команда «Курск» укомплектована хорошими игроками. И все решает в эпизодах индивидуальное мастерство. Индивидуальное мастерство намного выше команды «Курск». Тех ребят, которые играли здесь, это Альшин, это Коробок, это тот же Болок, который вышел на замену, забил все. Но именно эти моменты и повлияли на результат матча. Вот такой печальный я приношу извинения болельщикам. Ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, в конкретной игре, по конкретной игре будем разбираться. И вообще нужно смотреть по ситуации, которую имеем мы на сегодняшний день. Многие моменты требуют анализа, переосмысления. И нужно собраться всем футболистам, руководителям и доиграть нормальный чемпионат без таких провальных игр. То, что случилось, очень больно бьет по психологии игроков и руководителей. Я все это прекрасно понимаю. И нужно собраться, характер проявить болельщикам. Понимаю, что обидно, что команда так выступает, такие результаты показывают. Нужно всем быть вместе. Как в хорошие времена, когда все были с командой, так и в тяжелые времена. Сейчас команда переживает очень тяжелый период. Очень тяжелый. После такого поражения с психологической точки зрения, турнирная ситуация очень сильно усугубилась. Но очень сильно усугубилась. Рассчитывали мы на другой результат. Еще раз приношу извинения. Павел Павлович, не стало ли дополнительным мощным психологическим фактором, со знаками минус, на Ваш взгляд, заявление президента клуба, которое было озвучено два дня тому назад, о том, что Вы больше не оставитесь в команде по окончанию сезона. То есть какие-то вот эти вот пошли на эту тему разговоры. Игроки они читают, они смотрят. И Вы наверняка все это видели. Вот как эта ситуация не сказалась на подготовке к матчу? И что вообще Вы сами об этом думаете? Ну, мне трудно комментировать какие-то моменты. То, что Вы сказали, что было озвучено на встрече с президентом клуба. Я на этой встрече не присутствовал. Я не знаю, о чем шла речь. Хотя, конечно, встреча с болельщиками, наверное, и ко мне вопросы были. И у меня, наверное, были какие-то, так как я главный тренер, отвечающий за результат, наверное, были какие-то. Диалог должен состояться был. Трудно комментировать. Если, ну, не всегда нужно верить тому, что, допустим, где-то пишут. Я, опять же говорю, я не был, я не знаю. Если это было сказано, то, наверное, в какой-то степени... Ну, я не думаю, что это какое-то решающее значение имело при подготовке. При подготовке решающее значение имеет то, что мы с начала чемпионата, мы не работаем в том режиме, в котором нужно работать. Нужно работать. И нужно... Я вот до этого сказал, что многие вопросы, многие вопросы переосмысливать все. Футбол в Воронеже на сезоне 17-18 года не заканчивается. Здесь будет и обязательно будет хорошая команда при той любви болельщиков. Нужно менять усилия всех заинтересованных сторон для того, чтобы команда не готовилась вот в таких условиях, да. Мы готовимся, вы знаете прекрасно, что с климатическими условиями... А где бы она могла готовиться, вот если... Ну, да, нужно, но не фантазировать, это не фантазия. А где она, Маланов, сейчас готовиться, вот если такой... Нет, я имею в виду, что должна быть соответствующая инфраструктура, если команда играет в футбольной национальной лиге, да, условия для подготовки. В Манеже, да? Ну, мы готовимся, вы знаете, мы готовимся, да, в Манеже, который размером 25 на 50, и 22 человека в этом Манеже, это никакой качественной подготовки. Это я, опять же говорю, не в оправдание, что вот я себя оправду или ребят всю, ну, ну, так вот случилась ситуация, климатические условия, ни одного пригодного, маломальского, полноразмерного поля в городе Воронеже нету для подготовки. И мы готовимся все, ко всем играм, условиях. А в Лиске выезжать дня за три до Матченко, там же нормальные искусственные поля, там их чистят, нереально? Я не знаю, в Лисках, мы живем в Воронеже и готовимся в Воронеже, не знаю, я не знаю, какое качество, в Лисках поле все. Вот тут много-много моментов, которые я до этого сказал, требует переосмысления и вообще соответствующее объединять усилия, чтобы создать здесь хорошую команду. Много-много-много вопросов, очень много вопросов. Я понимаю, что много вопросов к главному тренеру, много вопросов к игрокам, у меня, у болельщиков, ко мне, все. Но если что-то о чем-то серьезном говорить, то нужно серьезный подход во всех отношениях должен быть. Его до этого не было, Павел Патерич, серьезный подход, последний год, два-три, вот как? Ну, вы знаете, что есть определенные проблемы, и вы об этих проблемах знаете, вы знаете об этом, знаете. И много-много факторов, которые нужно обсуждать и делать правильные выводы, делать правильные выводы. У вас контракт до конца мая, да? Да, понятно. У меня контракт до конца мая, да. До конца мая. Пожалуйста, вопрос еще. Павел Патерич, ну, как вы справедливо заметили, на этом сезоне жизни заканчивается, мы все очень надеемся. Хасанби Эдуардович ответил на вопрос, хотел бы задать его и вам. В межсезонье, лет, ну, в межсезонье, так называемую, летнюю паузу, как вы бы отнеслись к турниру, ну, таком, условно, названием Кубок Черноземья. Черноземные команды, там, ну, сами знаете, не буду их перечислять, чтобы сыграли, и болельщики пришли, и вы бы подготовились, и на хороших полях. Как вы к этой идее относитесь, лично вы? Ну, идея хороша в плане подготовки, она хороша и имеет право на жизнь. Имеет право на жизнь. Но здесь нужно учитывать, я, допустим, мое мнение, что положительно, и это нормальная ситуация, да, на хороших полях, в межсезонье, все. Ну, нужно учитывать процессы, происходящие в клубах, да, у каждого разные, и тут тренеры, ну, с точки зрения подготовки, да, наигрывания состава, здесь положительный момент. А вот с точки зрения короткого межсезонья, что, кто подойдет к концу межсезонья, и в межсезонье, с какими составами, с какими составами. Ситуация разная, все, и у нас, вы знаете, что у нас сложнейшая ситуация была после того сезона, когда из команды ушло 21 человек, и осталось 4 из них травмированные Курилов, два молодых Мичуринка, я, Рустамян и Лукьянов, там, с Осипенко, да, и практически это два игрока основного состава. Сейчас, сейчас ситуация тоже совсем непростая, да, сейчас опять можно, можем оказаться, ну, в такой ситуации, что заканчиваются контракты у игроков, подписаны контракты были один год, и состава этого года, остается всего два человека, два человека на контракте. Это Осипен, это Хайманов и Садов, которые практически не играл, у всех остальных заканчивается. И опять команда может оказаться в ситуации, которую мы имели после прошлого сезона. Те ребята, которые пришли, ну, пришли создать сразу в медсезонье, когда практически остается без команды, да, создавать команду. И пришли многие ребята, которые я уже говорил, еще раз повторю, которые не играли даже на уровне второй лиги, да, второй лиги. Ну, это немножко другой уровень, это уровень мастерства, это все, и много-много вопросов, много-много нюансов, все, и сейчас может опять такая же ситуация повторится, к великому суждению. К великому суждению.